Сейчас в Apex Legends 20 пушек. Игроки, знакомые с Titanfall, узнают некоторые из них, но в условиях королевской битвы каждая из них ощущается немного по-другому. Дабы помочь вам заработать победу в каждом бою, мы решили разделить все оружие на категории, от самого лучшего в игре, до пушек, которые вы, скорее всего, поменяете при первой возможности. Мазамбик, мы следим за тобой. И да, это наше скромное мнение, так что если вы считаете по-другому, пишите комментарии. Начнем с худшего оружия. У нас есть Пи-2020, РЕ-45 и Мазамбик. Они представляют собой достойное стартовое оружие, но вы определенно захотите поменять их на что-то более достойное после первого же сражения. Пи-2020 обычный пистолет, РЕ-45 его полностью автоматический аналог. Откровенно говоря, несмотря на всю ненависть к Мазамбику, это неплохой дробовик, если вы можете попадать точно в цель. Его самая большая проблема заключается в том, что у него магазин всего на три патрона, так что если вы находите Еву или Пискипер, подбирайте их. К средней категории относятся альтернатор, Р-99, автоматический дробовик ЕВА-8, Девоушен, Праулер, G7 Скаут, длинный лук и ВК-47 Флэтлайн. Альтернатор Р-9 и Праулер выполняют одну и ту же роль автоматического оружия для ближнего боя. Все они взаимозаменяемы, все сводится к тому, какой пистолет-пулемет вы предпочитаете. Автоматический дробовик ЕВА-8 также является отличным оружием для короткой дистанции, так как в случае промаха не все так критично. В магазине 8 патронов, поэтому если ближний бой не ваша стихия, можете просто зажать спусковой крючок и вести прицел за врагом. Для боев на средней дистанции отлично подойдет мощный пулемет Девоушен, которому нужно время на раскрутку, поэтому сначала он стреляет очень медленно. На максимальной скорострельности он наносит просто огромный урон, но у ствола есть свои минусы. Механика раскрутки и работа на энергетических патронах, которые, судя по всему, являются самым редким видом боеприпасов в игре. Из-за этого вы довольно часто можете оказаться с пустой пушкой в руках. ВК-47 Flatline – вторая пушка для средней дистанции из этой категории. Это достойная штурмовая винтовка, она хороша во всем, наносит 16 урона в тело и 32 в голову. Средняя категория заканчивается на оружии для дальнего боя – G7 Scout и длинный лук. G7 представляет собой скорострельную полуавтоматическую винтовку, работающую на легких патронах. На нее можно надевать снайперский обвес. Длинный лук – полуавтоматическая снайперская винтовка на тяжелых патронах, но ее скорострельность даже близко не сравнится с G7. Тем не менее, лонгбоу наносит почти в два раза больше урона за выстрел, больше походя на традиционную снайперскую винтовку. Если бы нам приходилось выбирать между пушками для дальней дистанции, наше предпочтение скорее бы выпало на лонгбоу, чем G7. К самому лучшему оружию относятся Тройной эффект, Хемлок, Карабин R301, Спидфайр, Писмейкер и Уингмен. Тройной эффект является уникальной снайперской винтовкой на энергетических патронах, которая выстреливает сразу три снаряда. При попадании в голову они могут нанести до 138 единиц урона, к тому же Тройной выстрел не так требователен к точности, именно поэтому данная снайперская винтовка лучше, чем длинный лук. Если вы хотите отличное оружие для боя на средней дистанции, присмотритесь к Хемлоку, Карабину R301 и Спидфайру. Хемлок – штурмовая винтовка на тяжелых патронах, стреляющая очередями по три пули. Она невероятно точная, и сразу же вспоминается автомат BR из Halo. Карабин R301 является нашей самой любимой автоматической винтовкой в Apex Legends. Несмотря на то, что он наносит меньше урона, чем Flatline, его точность и скорострельность, черт возьми, хороша. С его стабильностью вы буквально стреляете лазерным лучом. Спидфайр – зверский пулемет, у него нет раскрутки, как у Devotion, он куда более надежен. Этот пулемет невероятно точен, вне зависимости от того, сколько патронов вы выпустили. Его можно считать лучшим оружием для ведения боя на средне-дальней дистанции в игре. Peacekeeper представляет собой рычажный дробовик, еще один беспощадный зверь. Разброс дроби чрезвычайно мало, скорострельность достаточно хороша, чтобы промах не стал смертельным приговором. Попав всеми дробинками в голову, вы нанесете 165 урона. Таким образом, у вас будет возможность за один выстрел убить любого героя в броне первого уровня. Последним оружием высшей категории является револьвер Wingman. Это ручная пушка на тяжелых патронах, которая наносит 45 урона в тело и 90 в голову, без модификации на повышение урона от хедшотов. У него высокая скорострельность, поэтому вы можете наносить огромное количество урона. Научиться контролировать отдачу этого оружия довольно сложно, но с его помощью за три выстрела вы сможете сбить броню другого игрока еще до того, как он успеет среагировать. Что касается суперкатегории, у нас есть Крейбер 50-го калибра и дробовик Мастиф. Эти пушки можно найти только в аирдропах, и у них есть свой собственный вид боеприпасов. Крейбер – снайперская винтовка 50-го калибра, наносит 125 урона в тело и 250 в голову. В свою очередь Мастиф – 144 и 288 урона соответственно. Вы сразу же убиваете любого игрока, если попадете ему в голову из этих пушек. Даже если вы просто попадете в тело, то вашему противнику будет так плохо, что его можно уже считать мертвым. Если во время игры вы сталкиваетесь с этим оружием, берите и не задумывайтесь. Теперь вы вооружены бесценными советами по выбору лучших пушек в Apex Legends и готовы к бою. Свои советы по оружию можете написать в комментариях, они также помогут игрокам в динамичных сражениях. Также не забывайте ставить большой палец вверх и подписываться на наш канал. До скорой встречи на X-Games Game TV. Играйте и смотрите вместе с нами.